Сказка о короле и королеве, и о драконе Змеи Горыныча Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жили-были король с королевою. У короля был кинжал, которым он защищал свою королеву от злых чудовищ и монстров. Настало время! Долг короля был уйти на войну. А королева оставалась в замке. Она готовила королю его любимые вкусные блюда. У короля с королевой была дочка, принцесса Ляля. Она была еще совсем мала, лежала тихо в кроватке. Королева очень любила свою дочку. Она кормила принцессу Лялю в кроватке. «Стефан! Король Стефан вернулся! Иди скорее отведай во вкусный обед!» Когда король Стефан возвращался с войны, дома его всегда ждал вкусный обед. Это было их семейной традицией. Король любил хорошо покушать. Ему очень нравилась тряпня своей жены. Но вдруг случилось непредвиденное. «О боже! Кто это?» Дракон! По кличке Змей Горыныч он прилетел в королевство, чтобы украсть маленькую принцессу Лялю. Он схватил маленькую принцессу и хотел утащить ее в свое логово. «Отпусти! Отпусти мою лялечку! Я не отдам тебе ее ни за что!» Плакала королева, не отпуская свою дочку. Но дракон оказался сильнее. Он схватил их обеих и утащил в свою пещеру. Веру, недолго думая, король скачил на своего коня. Я отправился спасать свою дочь и порой. «Отпусти! Получай! Иди к папочке!» «Иди сюда, поганая чудовище! Иди сюда!» «Я тебе сейчас отрублю голову и хвост! Все туловище!» Дракон пал в память. А король, Стефан со своей королевой и маленькой принцессой Сели на коня и вернулись в свою королеву. Как мечталось, так и сталося. А еще мне сказать осталось. До свидания! Спасибо за внимание! Ого! Тут и сказки! Подписывайтесь! Продолжение следует...